Вот он. Этот парк осенью. Даже елка пожелтела. Даже елка. Алкоголики падают. Где елка? Даже алкоголики падают. Этот парк тоже хорошо бы сделать ремонт. Как в том сквере, где мы постоянно гуляем с Диной. В прошлый раз я с вами на окраину пошла. Было немного страшновато. Какие-то алкоголики сидят. Люди какие-то странные там сидели. Как-то с дорогой камерой. Страшновато. Надо учиться драться. На всякий случай. Такое уже не так красиво, кстати. Как было еще неделю назад. Я снимала. Уже все листья опали. Вот это вот время. Вот именно такое время. Я терпеть не могу. Не люблю. Когда уже нет листьев. Уже настроение поганое. И весной, когда еще только нет листьев. Тоже как в настроении. Не такое хорошее. Так. Сейчас мы с транспорта поехали сразу. Стоит мне повернуться. Хотела вам заснять библиотеку для слепых. Здесь библиотека для слепых. Здесь библиотеку для слепых. Там у нас бассейн. Бассейн, локомотив. Я туда, кстати, раньше ребенком была. Я туда ходила. Ну, сколько я себя помню, здесь всегда был такой парк. Думал смеется кто-то. Звуки такие. Вот он, локомотив. Он, конечно, уже в деревьях зарос. А раньше, я помню, ребенком была. Я приезжала сюда именно в те дни, когда солнечно. И солнышко пробивалось через те огромные окна. И она попадала в воду, и было просто шикарно. Было так классно. Так красиво. Такая голубая вода с этим солнышком. Лучики там в воде, они играют. Так классно было вообще. Большой там бассейн. У меня лягушатник. О, а тут вход спрятали. Увря я иду с каверой. Обязательно что-нибудь спрячут. Ну, видно там большие окна. Ну, все. Да, как-то так уже все заросло. Не помню, как было до этого. Ну, наверное, поменьше, конечно, деревья были. Это было лет 20 назад. Наверное. Нет, поменьше. Поменьше 20 лет. Подхожу я уже в гудку, но в следующий раз там сниму. Зашли мы в Глорию джинс. Здесь висят интересные такие курточки. Золотистые. Материал немножечко тоненький. Такой, какой-то тонковатый. Золотые. Да, золотые есть курточки. Но сейчас как-то серебристые в моде. Ищем цену. Цена у нас. Цена, цена. Непонятно. Другую посмотрим. 3000. Ну, значит, это где-то 3000 стоит. Где-то там плюс-минус. Это вот, кстати, потолще немножко материал. Хотя она тоже такая красивая. Уже стоит 5000. Красная. Тут вот золотая. Она тоже материал немножко другой. Посмотрим цену здесь. Здесь цена. 4000. Ну, ничего, такая куртка. А вот, кстати, похоже на мою. Только у меня горчичный. А здесь синий. Вот надо было синий брать. Прям похоже. Почти точь-точь. Карманы такие же неудобные. Кажется, что телефон выпрыгнет. Здесь тоже такая же почти куртка синяя. Материал очень такой приятный на ощупь. Нравится мне. Ботиночки. Черная куртка. Спортивная одежда. А вот рубашка. Очень давно ищу рубашку. Но уже не помню какую. Приятный материал. Стоит 1200. Тоже еще с красными квадратиками. Но не знаю, брать не брать. Надо подумать. Одежда много. Разнообразие. А вот синяя рубашечка. А вот серенькая. Серая в моде остается всегда. Что домашняя одежда серая. Что уличная. Пойдем дальше. Из Глории джинс. Там в принципе можно выбрать разные одежды. Но выбор есть. Вот кстати эта куртка как выглядит. Как смотрится в манекене. А вот у нас баночка для специй. Такие симпатичные. Но я уже купила в Экспрессе несколько наборов. Но вот эти вот тоже красивые. Разные. Цены посмотреть только не получилось. Мужик растопырился. Стоял там. Вот это красиво лучше. Она стоит там в одном месте. А мне конечно надо было именно выдвижной ящичек все сложить. Не люблю когда на кухонном столе. Вернее на кухне. Много лежит. Всего. Там здесь у нас ножи. Здесь вот так вот стоят баночки для специй. Все такие красивые. Вот здесь плохо будет видно что у меня там лежит. Что сколько осталось. Так цену опять я не могу на ищить. Всего-то там не понятно. Да здесь много разно. Прям разнообразие. Легкие ложки. Но мне надо радужные. Такими маленькими. Либо золотые я хочу. Все запачкается. Все заблется. Там грязь. Хотя красивые такие. Стоит недорого. Но мне надо что-то особенное. Что-то красивое. Чтобы восхищалась. И тут я вдруг нахожу набор для пикника. Маленький такой контейнер. Наборчик. Самый обыкновенный. А у меня дома лежит огромная гигантская корзина. С теми же самыми приборами. Не понятно что же у меня в корзине тогда там. Всего 630 рублей. А я покупала за полторы. Надо свою продать. А эту купить. Маленький. Удобный. Везде помещается. Положил в ящичку. Все. Собрался на пикник. Достал. Все готово. Прям понравилось мне очень. Только деньги тратить не хочется. Народа много. Все копошатся. Что-то ищут. Покупают. Я тут иду с камерой. Мне надо заснять ложечки обязательно. Посмотрела. Моих любимых ложечек нету. Придется искать еще. Так, здесь я ничего не пропустила вроде бы, ааа, открывашка, деревянная ручка, но они ломаются быстро. В советских времен хорошие там, качественные, а это все фигня. К совочке симпатичные, так, что-то тут снимали, аа, ножик точить, 100 рублей, маленькая у себя дома иметь хорошо. Ну не знаю, я ножи ни разу не точила, моим ножам более восьми лет, еще пока не точила, вряд ли понадобится такая штучка мне. Так, здесь хочется, ага, супка там она называется, 540, я за полторы тысячи такие видела, они тяжеленные такие, неудобные. У меня деревянные из березы, пока хватает, брать не буду. видов еще много, интересного много, ломбочки, чтоб одержать очень удобно. О, вот, 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 вот. Вроде металлическая, вот, в экспрессе куплю, там по-симпатичному, понутравльной, плечики. Осторожные, красивые такие, но сломаются подо мной. А, владельные доски. Мне нужна доска, владельная. Деньги у меня не отложены, но брать пока не буду. Пока нам не очень нужна. Размер маленький. Разные, большие. У меня была огромная. Я продала ее. Место мне бы занимала. Здесь часы разные, электронные. Я мечтала, чтобы погоду сразу показывала.